меня про петуньи спрашивали как вы советовали я обломала им все головы вот они правда раскустились больше чем были посмотреть какие кусты стали но единственное они не цветут почему-то цветет только вот этот один наверное потому что у нас было холодно сейчас потеплеет может быть будут свести эти снизу лезут все шайда домой заходи всем привет сегодня наш влог начинается тропы здоровье приехали погулять и потом поедем в город к родителям чтобы так не было что мы раз и резко там рассказываю родители бы были дни рождения друг за другом я маленько показывала как мы приезжали на обеде поздравляли а сегодня суббота и они жарят шашлыки будет папа дениса будут мои родители и мы принципе никого больше юля к сожалению не приехал она хотела приехать но сейчас настолько подорожали билеты она мне скидывала screen билет на самолет стоит 25 тысяч 800 рублей в одну сторону ей если только на самолет нужно 50 тысяч естественно она такие деньги не приедет это нормально это очень дорого да или сезон ну видимо доли сезон начался не знаю с чем связано к сожалению я тоже ее ждала очень ну может быть еще увидимся летом может еще приезжать тоже не прилетела но вот поэтому поедем потом в огород к родителям ну и потом уже до дома хотим форельку фольги сделать да не надо мне какую форельку я вон эти кушу вот гном приветствует все сказали надо было крота купить привет привет всем говорит привет 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 всем подписчикам привет привет давно не видели мой огород он как стоял так и стоит пока мне уже пишут типа учу вы не снимаете уже сто лет не видели ой как-нибудь поеду сто лет не видели девочки у меня беда у нас прошел мороз пойдем я покажу мне мне замерзли помидорки у нас тут только этот кабачок твой замерчик свой тоже это укрывала укрывала там он немножко подмерз но он все таки вроде в себя под приходит нету рыбного морковочка вот но вроде в этом году вон сходит и здесь что позже подсела тоже вроде все сходит лучок сходит только родин ты есть в этом году да 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 сейчас мы подойдем посмотрим тут тоже вот лучок сходит тут воду кропчик уголок сходит вот розы моя это мне дядя коль на день рождения подарил муж мой вот розочку сюда пока посадила вот сюда посадила белый пион пока чтобы он это подрос вот свеколка моя вот рядочками ну надо все обрабатывать пока чуть я это а смородин в том году же не был смородин а в этом году она вроде смотрю усыпная он царе и сколько вот усыпная же прям вот и там ее много а вот эти два кустичка для вас вот вон отводок вот отводок и возле туалета еще у нас сорт хороший да у вас крупная ага она крупная у нас это я для вас приготовила так и здесь чесночок хороший нормально ягодки все убила убила они бедные болеют сейчас не знаю как прям их соломкой устелила подкармливаю щас вот у нас было тепло тепло и резко минус 9 был мороз представляешь вот эту яблоню убила вот эту вот она только расцвела у нас ага даже по листьям видно это тро затронула и вот ягодки соломку стелила кормлю от они бедные еле отходят вообще в этом году не будет ладно вот девочки вам пожалуюсь вот такая вот в этом году у мамы лиды рассада ночного здесь вот были кабачки залить и девочки что осталось от кабачков ой вообще ничего не осталось все все убила и что главное убил это под покрытием они были закрыты бутылочками под покрытием убила это в этом году посадили вишню новую купили а вот здесь вот это посадила эту патиссон и аж никогда не сажала два взошли вот этот полностью убила а вот это тут немножко вроде оживает болеть да хватит там чиквы неужели думаешь нам не хватит да хватит я еще а я сейчас покажу вот здесь вот сделала уличные огурцы ну вот там два взошло сейчас под бутылочку их посадила это что будут расти на улице вот девочки покажу вам чего у меня под 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 укрытием под пленкой ты представляешь под пленкой все убила все тут вообще ничего ничего он был очки одни вон маленькие был очки осталось все убила под покрытием все убила вот а вот это то что в тепличке все сохранилось в тепличке это один только вот тут видать возле форточки было и этот один только пострадал но он вроде отходит вот а если ничего он даже цвести начинают зона экстремолизма ага вон даже цвести начинают краса сибири вот эти вот ничего огурчики пришлось теплички еще раз укрыть потому что здесь то же самое тут вот уже еще подсела а вот эти вот они которые ты любишь ранее вот они видишь они вот было четыре представляешь один убила вот возле форточки был и убила вот а это вот ничего вроде выжили вот такой а это с вами маленькие пусинки отсвести хотят вон цветочек набирает он цветочек набирать земляники вам хоть бы что земляника цветет ахаха она прям это ползет и цветет вот смотри вот такой маленький пляшивина вот такая да и вот сколько на ней земляники бывают и видишь хоть бы что ее же не убил ее не убила да а клубник убивает ахаха и знаешь это все таки потому что наверно на малина сильно пострадала на малина еще пострадала она зимних морозов помнишь 43 было ну вот она вот в это время и и она сейчас вроде как отходит мы ее обрезали вот посадили грушу в этом году да он видишь листочки как вот мелиса на чай это нам а это незабудку чисто в лесу это вырыла посадила незабудка лесной не такой красивый цвет и вон тот лесной горит свет вот желтенький возле яблони это тоже с леса выкопала букетом прям цвете вот так он цвел самый первый еще снег был немножко он цвел огород так никто не взял да там в прошлом году такие яблоки хорошие были а смотри как тоже яблони уже какая в этом году у них тоже и это никто не ухаживает ага он укропа очень много видишь лезет вон носился вот розу посадил нас вроде тоже лезет вот это розу посадил у вас там я по видео посмотрела редиска салат вылез и этот мне кажется все вылезло да только еще все маленько я хочу сказать вот у вас земля значит вот это чернозем хороший завезли у я редиску садила в апреле моей редиске уже месяц но ее тоже морозом затронула на вот сейчас перебаливает а у вас я прям садила во-первых позже и во-вторых пропускали у вас редиска бачок только пропала а вы чё не укрыли его у вас возле дома мне-то внучше ехать сюда вас надо было накрыть любой тряпочкой не знаю что сколько укропа населась вот ну только перебаливает вот немножко у меня малина вот я не знаю уж я ее опрыскивала и все ну не знаю думаю отойдет в этом году еще новые малины сорта вон там посели вот это черноплодные рябины уже цветет а это слива и посели ну вот надо сорняки удалять видишь это слива желтая а это тоже маленькая это лишнее маленький кустик понятно ну короче и это редиска у меня тоже переболела и и тоже прихватили прям листочки я приехал на другой день боже мой у нее черный сердце листочки черненькие он лучок с собой сегодня возьмите нарвите обещали нарвать пирог много-много-много а этот вкусный спасибо и пироги саще ранее тоже вкусны а это смотри ален какая не все еще показался его тушит на и же она сколько много в том-то году все же не не было не было в том году чем это молодые цветочки вот роза у меня который зиму пережила она в году стилой до плетнистые вот мы решетку натянули и ага это вот перевыжила ничего на вот нормальный так здесь тоже щавель а еще вот гортензии белые вот она сидит танютина глазки вон один хочет распускаться а цветут одуванчики зато везде вот заборчик купила делать будут эти кирпички уберу заборчик этот поставлю вот и хожу туда-сюда по огороду хожу по огороду вот весь мой огород дали вот у них тоже по свету потом у них астровок они там вот дебесят денис это ахатом ты возьми мешочек или что-то там ага полно щавели нарвит да так на рвет чон и возле бочки щавель так что сегодня и сват будет вот сват приехал в с татарей немножечко в гости так что сегодня заряда парстан ошибки нет ошибки нет вот кстати я насчет этого я как-то написал там долго уже не двум женщинам нет а до этого он был всю жизнь татаре башкирия переименовали это где-то в 90-х годах это что получается до 90 до 90-х годов это была ошибка что ли не что за фигня такая нет это вот вы не правы вот так пишет очень даже не правы ошибки нет диктора иногда говорят и татаре башкирии мы тоже свою республику никогда башкортостан это все было в 90-х годах переименовали до этого татаре неправильно ошибки нет вот пусть откроют в википедии почитают ошибки нет правильный и так и сяк поэтому дикторы по центральному телевидению очень часто называют башкирия и очень часто звучит татаре и ошибки в этом нет я не знаю почему так утро ездил и выиграли что взял пошли я сам нарежу там покажу я с тобой пойду там хороший и тут хороший он везде сейчас молодой он везде с этим Денис только не спутай с этой с лимонником кислинки еще кисляк тут по одному листику будешь рвать что-нибудь так режь можно пирог спечь или суп сварить щавелевый с крапивой крапивой с щавельком здесь тоже птички поют красиво у мамы тоже сирень есть можно нарвать успокойся с этой сирень то что можно же взять домой чуть-чуть летит гранд паспорт ты не любишь значит хочешь возьми даришь я не знаю ну можно поставить в кухню вид в спальню ты переоденешься или нет? нет нет я ничего не бром в огороде а? ты что ничего делать не будешь в огороде? а что ты делать? не знаю видишь какой листочки надрать такие молодые у смородины и чай с ними заваривать очень вкусно смородины появились ой так пахнет классно смородины на листу сантимия и чай с тараном масла и чай выжим сантимии сахар и тараном и зелень фрукты сахар Мусор, а вон возле Ратвины, видишь, горячевое. Это пластик, который у нас в посуде. Пластик туда в вагон не кидай. Не кидаю. Вон у меня весь пластик, видишь? Это то ли есть, то ли нет, не помню. Сейчас, посмотри, как вы хлеба набрали. Это я домой, она. Сколько сидим, сидим, а это что-то. Мы сегодня будем, что-то сделаем и мавашом накроем, как делает такие вот, доходы за поклевкой. Он приезжает, что не нажарит, мавашом накроет, лаваш прогревается и, типа, это, хорошо постоит мясо, а потом в лаваш накладывает, заворачивает и рубает. По-узбекски, по-какому-то. Так, пищи у нас есть или какие? Есть. Сама-ля, сделай, как любишь. А она со спицами не хочет. Ты не хочешь со спицами? Да и мне это много будет, и рыбы, и мяса, и чем-то одно. Зачем? Мы порежем, кто-то рыбку, мы ее потом вот так на кусочки разрежем, кто-то рыбочку возьмем, кто-то картошечка. Не надо ее прямо вот так вот, с одной стороны, сделать, потом переложить сюда, здесь тоже посолить, все, потом... И на решетке мы, у нас решетка есть, на решетке я делаю. В принципе, ладно, я приеду, не маршу, приеду, сделаю. Я сделаю сейчас. А что он потом? Замаживайся. Его просто в фольгу ты хочешь? Каждый кусок завернуть или как? Хоть как, я даже не знаю, как лучше. Наверное, как кусочек лучше будет, да? Я сейчас сделаю, да, каждый кусочек. Надо, подумаю, может, они, да, посадят. А за магазин мы садим. А не надо, все, ребята, есть. Нам все хватит, сейчас картошка сварится, вы что? Все есть. Все хватит. Так, вот эти чашечки, так, это она страшна. Стейки делать. Вот у нас порель радужная. Я буду каждый кусочек соль, перец и в фольгу заворачивать. И тоже на костер. Будет рыба еще. Будет у нас сегодня рыбка и шашлык. Ну, естественно, сок. Это к чаю. Овощи будут. И шашлычок. Вот такое у нас меню. Денис поехал за папой его. Все главные красные, а одна розовенькая. Из разной партии, что ли. Решила по два делать, чтобы фольгу не тратить. Вот эти два сделаю. Здесь как раз четыре, вот эти два. Просто буду солить. Ничего, никаких специй добавлять не буду. Так вот посолю. И с другой стороны тоже посолю. Алена, а масочка не надо? Нет, она и так жирная. Жирная? Конечно. Хорошо. Тарелочки будем нам наоднородные, да, использовать? Ну да. Такое вот именно все нужно. И все, сейчас заверну. И так каждый кусочек. Подкинули еще яблочных веток. И вот моя рыбка стоит. Все. Приготовили. Здесь все нарезали. Осталось только овощи порезать. И вот готово. Позор там кирпичик. А то она тут уже дожди идут. Она ж плесневает от дождей-то. Сейчас дочка дайте, что-то там мешается. Эстетичнее. Осталось только овощи порезать. Немножко комментарии читали. Читала. Спрашивали, какая у нас канализация. Уже давно спрашивают. Я все хочу ответить. И у меня не получается. Вот пока вспомнила, отвечаю. У нас самая обычная выгребная яма. Я спрашивала у Дениса. У нас не септик. Обычно если септик, то нельзя туда определенными химическими веществами пользоваться. Потому что там какие-то бактерии живые. А у нас можно пользоваться всем. У нас обычно сливается... Короче, Денис сказал, у нас по типу выгребной ямы. Я думаю, вы поймете. Вот такая канализация. Самая-самая простая. Ну вот сколько мы живем, сколько мы до этого пользовались, ремонт делали. Пока еще тьфу-тьфу-тьфу, канализация не полная. Еще ни разу не вызывали машину, ни разу не откачивали. И потом по поводу Дениса. Я говорила, что он вот против съемок. Ну, вы так восприняли прям совсем, как будто он абсолютно не хочет. Нет, конечно. Он просто немножко вот сейчас так как бы выпендривается. Ну, без настроения маленько. Не хочет, да. Ну, а вообще Денис никогда не против. У нас никто не против съемок. И несмотря на то, что всякие разные комментарии бывают, мы все равно стараемся, конечно, совсем не обращать внимания на это невозможно. Иногда прям немножко даже подбешивает, но все равно это не повод закрывать канал. Я сразу об этом сказала. Я же не говорила, что я закрываю. Я же не делала такого заголовка, что я закрываю канал. Я считаю, вообще это неправильно, когда блогеры постоянно этим манипулируют. Вот все верно вы написали. Нельзя так делать. И я сразу ответила, что это Денис не хочет. Поэтому я его мало сейчас снимаю. Но это у него временно. Сто процентов временно. Потом опять так же будет нормально к этому относиться. Я просто не хожу сейчас в гараж. Он много делает чего, много есть чего показать. Но я не хожу. Раз он не хочет, я не снимаю. Он мне сказал, пока гараж мой не снимай, пока я его не доведу до ума. И поэтому я пока туда не хожу. Вот как он все там сделает, полочки все расставит. Просто Денис такой человек, вообще он по натуре стеснительный маленько. Поэтому он так реагирует. Вообще все нормально у нас, не переживайте. И канал я тоже не собираюсь закрывать. Пока это для меня хобби. Пока мне нравится снимать. Я очень часто свои видео пересматриваю. Как мы отдыхали, как Юля приезжала. Очень люблю пересматривать. Поэтому многие, конечно, ошибаются. Говоря о том, что для блогера это только доход. Да, есть такие блогеры, для которых это сугубо проект. Это у них есть и режиссеры. Не режиссеры, а есть кто их снимает. Есть кто монтирует. Это большие каналы. Они настроены сугубо на заработок. У нас, конечно же, канал не такой. У нас больше такой для души. Еще отвечу на вопрос, пока задали. Чтобы не отвечать в комментариях. Спросили, почему боишься в доме одна оставаться. И почему боишься по траве ходить. Ну, в доме я не то чтобы боюсь. Я прекрасно остаюсь днем в доме. А ночью одна маленько пока страшновато. Потому что вообще это новый дом. Он тем более большой. Ну, как большой по сравнению с квартирой. Там на пятом этаже всего лишь 60 квадратов. А здесь такая территория. Все равно как-то страшновато. К каждому шуму прислушиваешься. Я бы не сказала, что я прям до ужаса боюсь. Ну, так не по себе. А по траве почему боюсь ходить? Потому что это вот маленькая из детства фобия. Это я в детстве это... Вон, мама не даст соврать. Я на ужа наступила в детстве. На змею. И поэтому с тех пор у меня маленькая фобия. Сколько тебе, наверное, 5 лет тебе было? Мы отдыхать поехали. 5 лет? Я даже не помню сколько мне было. 5 лет мама говорит. Мы поехали отдыхать на озеро. Папа по путевке с работы дали. У озера забыла, как. Шамсу-Дин. Шамсу-Дин мы ездили. А там на озере, естественно, там уже вода. А возле воды вот эти ужи. И они как-то... Дождь пройдет, тепло. Асфальт нагревается. Они так выползут, растянутся и лежат. Мы вначале боялись, что мы как-то стали привыкать. И однажды идем, и мы их даже перешагивали. И Алена не увидела это. И прямо наступила. А ему, видать, больно. И он ее ножку вот так обвил. Это змея. Уж. Уж. Ага. И я с тех пор... Она боится с тех пор. Это ей, наверное, лет 5 еще было. Это я, как сказать... Я не могу это объяснить. Я понимаю, что, может быть, там никого нет. Но у меня такой страх. Я по траве и вот в лесу немаленько боюсь. Я стараюсь себя перебороть. Что-то там в сапогах хожу. Или... Не сказать, что прям до ужаса, до истерик. Ну, какая-то вот неприятная у меня. Не знаю, как это объяснить. Ну, фобия, наверное, она есть. Наверное. Я даже червей, если честно... А с червями... Я раз даже мне пришлось тебе это... Взернуть. Была такая история. Тоже прошел дождь. Они еще в садике. Юля и Алена еще в садикского возраста была. И я бегу, значит, уже опаздываю. Сама на работу. Сама в садике работала. Их, значит, за собой тащу. Юля совсем маленькая. Ее на руки взяла. Алену-то не могу на руки взять. Ее-то за ручку веду. А она смотрит на этих червей. Орет. А раннее утро... И вон люди с балкона смотрят, что там ребенок надрывается. А она орет. И тоже на руки лезет. Я говорю, я не подниму. Тут Юлька на руках. Тут сумочка. Я говорю, я не смогу тебе на руки, Алену, взять. Давай как-нибудь пешком. Не идет, орет. Вот тащится. Потом я говорю, закрывай глаза. Говорю, иди. И вот она до самого садика. Глаза закрыла, я ее за ручку веду. Я говорю, наступай. Глаза закрой, наступай. Вот, кстати, всяких там тараканов, пауков. Мне вообще на них параллельно. Я не боюсь вообще абсолютно их. А вот именно ползучек. Ползучек. А вот ты знаешь, а я вот... О, с шмелей. Мне вообще без разницы. А я вот, ты знаешь, хоть и деревенская, да? Вот хоть и деревенская. Свою скотину в деревне я не боялась. А вот скотину вообще чужую я до сих пор боюсь. Если, допустим, вот мы куда-то едем, за грибами или за ягдами, и там пасется чужой скот, я вот, например, боюсь. А хоть я вот из деревни. Чужой скот я боюсь. Собак я тоже боюсь. Ну, когда остерегаюсь я, собак тоже. Мне вот кажется, я больше ничего не боюсь, кроме вот этих ползучек. Ну, это я уж тоже, конечно, это боюсь. И лягушек тоже. Собак боится? А я все, этих лягушек боюсь. Ну, тоже у него как фобия с детства. Укусила два раза собак. Да, вот, видишь, что он уже боится, но... Я нет. Ну, говорит, едем, а где они едут? Пропали наши мужики, оставили нас двоих. И кострище-то уже почти все. Костер догорает, я уже его помешала. Говорят, едут, а сегодня как не доедут. Не знаю. Кочергой тут мешаю. Ладно, зато нормально будет, не будет гореть шашлык, а то у нас вечно горит. Не будет, а то сейчас жары не будет. Я до обеда, она посидит. Я прихожу где-то часов четыре. Опять она уходит домой. Я до вечера, короче, ухожу от него. Вот так, каждый день в лес. А Наташи тоже идти надо где-то минуту 15, кажется, вот так пришел. А Олег, севера, а так на машине-то быстро? Горит, да. Нет, нормально. Ешь, дома-то нормально, опять что-то дышит. Мога тоже здесь немного, трещется. Потом, к нам приехали. Олег купил через интернет, билет мне. Это же багаж не накупили. Баранш не возьмешь, не сажают. Ничего себе, раньше на автобусе за багаж не платили. Вот, это нельзя. Час платят? Ну, раньше вот не платили же. Куритак, не платили. Смотря как. Сколько багажа, а? Старик? Ну, сумка тяжелая. Большие чемоданы сейчас натолкают. Он сколько мест займет? А багажном отделении? Не много мест? Я вышла немножко погулять тут по улице. Все сидят, общаются. Я уже снимать не стала. Так, немножко вам кое-что засняла. Но в основном уже, когда свекр приехал, я не стала снимать. Вот, хорошо здесь так разогрелся день. Больше 20. Вон, видите, сколько машин сзади. Тут еще впереди все на огороде. Все что-то делают, чем-то занимаются. Погода хорошая. Сейчас уже мы покушали, даже чай попили. Все сидят, общаются. Мужики там по своей теме, про машины, про у кого что в машине гремит, дребезжит. Там на свои темы, в общем. Поэтому мама посуду потихоньку моет. Я немножко вышла прогуляться. Ну, сейчас уже скоро поедем. Время почти 5. Продолжение следует...